всем привет на канале удачник сегодня мы с вами продолжаем тему исламизации в Германии я хотел бы показать вам один маленький отрывок из передачи Маркуса Ланцев который он затрагивает действительно насущные наболевшие вопросы и проблемы вытаскивая их наружу и обсуждая их со своими гостями он приглашает не просто обычных политиков также политологов экономистов он приглашает действительно контроверсов то есть людей представляющих стороны противоборствующие и дает ему право высказаться мы уже на канале неоднократно показывали вам вот эту даму которая зовут ее Холомирьем Хюбш немка коренная немка папа немец мать из Индии но дочка по следам своего отца конвертировала тоже в ислам так вот она выступает за исламизацию государства она кричит что халифат это счастье на земле это рай на земле что все мы настолько глупые что мы не понимаем какое счастье нам принесет халифат если он будет введен в государство кто она такая повторяюсь еще раз она входит в состав директоров функ медиагруппы немецкого телевидения то есть она имеет непосредственное отношение абсолютно ко всем видео и текстовым материалам касающимся всего происходящего у нас в стране и также она имеет право голоса на многих радиопередачах и телепередачах то есть высказывает свою точку зрения не опасаясь за то что с ней что-то случится так вот в одном из выпусков передачи марку саланца была затронута тема вот этой исламизации и один из гостей сказал что если ислам будет изучаться приватно исповедоваться приватно пожалуйста это никто вам не запрещает вы имеете полное право делать дома все что угодно но ислам в правительстве не нашел то есть не потерял ничего вот потому что двадцать первом веке ислам увы не соответствует тем требованиям экономического и демократического общества которые стоят перед людьми перед правительством что делает холла мирием хюбш она начинает кричать она начинает перебивать этого гостя он не говорит простите пожалуйста я знаю вашу тактику вы перебиваете каждого кто говорит что-то против вас и начинаете рассказывать что-то свое выгодит никогда не прислушивайтесь к мнению вашего оппонента и в этом ваша проблема но сейчас как пожалуйста дайте мне договорить и вот он говорит дальше что в каране в двадцати пяти местах открыто говорится в разных местах книги этой говорится о том что нужно убивать неверных нужно уничтожать неверных потому что если они не исповедуют ислам значит им не место на земле холла мирием хюбш просто улыбнулась мол типа да она проглотила это но сказать противовес ничего не смогла то есть она прекрасно знает что написано в коране она прекрасно знает как ведут себя вот эти вот радикальные исламисты но тем не менее по каким-то непонятным причинам может быть понятно только ей она стоит за защиту исламизации государства она стоит за внесение внедрение исламских теорий исламских канонов правительства то есть она стоит за политизацию с исламской стороны в германии и вот это вот пытаются сегодня наши политики предотвратить многие умные нормальные политики здравомыслящие стараются обойти вот этот вопрос так чтобы ислам не имел никакого отношения правительству у нас ведь в правительстве здесь никто не сидит допустим из лютеранской церкви или из католической церкви или из православной или иудеи ведь никто же не сидит в бундестаге из вот этих вот граждан и не говорит открыто о том что нужно ввести по всей германии скажем иудаизм нужно в каждой деревне строить синагоги нужно везде строить то нужно делать еврейские общины там и там еврейские общины есть синагоги в городах есть но иудеи и евреи ведут себя настолько тихо и настолько мирно что их даже не замечаешь на улицах но что же делают вот эти вот поборники исламизации государства они кричат на каждом углу чтобы мы все не понимаем какое счастье нас ожидает если нам на голову свалится халифат вот это вот госпожа холомирием хюбш она утверждает это каждый раз приходя на передачу она уже настроена агрессивно против абсолютно всех гостей передачи неважно на какую тему вернее какую сторону из темы исламизации государства будут затрагивать и ведущие и гости вот этот вот гость который с ней сошелся в схватке он абсолютно точно ей подметил что раскроете коран и посмотрите в 25 версах написано уничтожение неверных и вы говорит покрываете этих фундаментальных исламистов прекрасно зная о том что стоит в коране ведь зачем вы это делаете почему вы хотите чтобы люди у нас в стране боялись выходить на улицу боялись высказывать свое мнение находясь допустим рядом с людьми исповедующими ислам маленькое отступление те граждане турки кто старшего скажем возраста поколения от 50 и выше они исповедуют ислам но ведут себя абсолютно нормально как нормальные люди они не бегают по улицам не кричат что нужно неверных туда этих неверных сюда они вот эти люди которые за 50 они не показывают вот этот вот вот этот вот жест волчок вот этот вот серенький волчок что упустит за бочок типа радикальные вот эти вот исламские турецкие нацисты они этого не показывают они осуждают всю вот эту вот гадость которая вокруг сейчас крутится и все это крутится благодаря тому что у нас в правительстве сидят увы не те люди которые должны были прийти к власти но тем не менее как только закончится срок вот бандес канцлера олафа шольца мы надеемся что опять же мы надеемся что к власти в стране действительно придут те люди которые положат конец вот этим вот премиям о исламизации государства о введении ислама на правительственный уровень вы представляете что это будет если действительно произойдет введение ислама на правительственный уровень в первую очередь вот эти вот радикальные исламисты которых свыше тысячи экстремисты радикальные исламисты скажем так их в германии свыше тысячи человек за ними ведется постоянное наблюдение от федерального криминального управления они грубо говоря находятся каждый их шаг под колпаком полиции за ними следят ежедневно еженощно многих из них вот 690 человек уже готовят к отправке в афганистан и в сирию договариваются с правительствами этих стран чтобы избавиться от вот этих вот радикальных исламистов естественно эти исламисты которых готовят к отправке не хотят уезжать потому что здесь им вольготны здесь они получают пособие здесь они живут хорошо кричат что нужно сделать здесь в городе в стране ислам то есть халифат нужно всех неверных подвесить и так далее но боятся вернуться в те страны в которых по факту существуют законы шариата парадокс не правда ли вам не кажется то есть это те люди которые как бы мне когда-то одна женщина сказала хорошо родину любить издалека вот эти слова можно к этим людям этим радикальным исламистам отнести напрямую хорошо любить свою родину издалека крича о том какой прекрасный халифат и офигительные каноны шариата езжайте туда там же все это у вас есть но вы оттуда сбежали потому что вам там закрывали рот вам-то мне давали высказаться вам-то мне не давали по улице пройтись так как вы этого хотели мы приехали сюда и вспомнили что елки-палки а в той-то тюрьме это было так хорошо давайте сделаем такую же тюрьму но только здесь и правительство готовит вот этих вот 690 человек сирийцев и афганцев на отправку в эти страны следом за ними ведется наблюдение за другими за пособниками вот этих вот радикальных исламистов не просто так что вот в германии полиция правительство бездействует многие наши министры те же самые вот допустим нэнси фезер которая с великой гордостью сказала о закрытии журнала компакт якобы ультра ультра правого экстремистского чуть ли не неонацистского журнала но ничего не говорит о том что мигранты убивают простых граждан или насилуют простых граждан или устраивают поножовщины между собой она об этом ничего не говорит типа это как бы обыденность это повседневные рутинные дела которые происходят у нас в стране постоянно она предлагает наверное нам вот так вот подконтекстно смириться с тем что у нас вокруг на улицах происходит такое потом начнут происходить теракты заметьте сейчас маленькое такое совсем отступление заметьте люди поедающие свинину никогда не устраивают террористических актов это говорит о том что свиное жареное мясо благотворно влияет на человеческий мозг это все что я хотел сказать все делайте выводы сами так вот она наверное считает что если у нас начнут на улицах происходить террористические акты то и с этим мы должны будем смириться народ не собирается смиряться сейчас уже многие политики требуют чтобы нэнси хэзер ушла в подставку потому что она не соответствует своей должности если изменится ситуация в правительстве если многие политики действительно начнут говорить правду дадут свободу действий органам права порядка то в стране настанет действительно тишина и порядок потому что сотрудники полиции они повязаны по рукам и ногам всеми вот этими запретами ограничениями выбрасываемыми со стороны немецкого правительства и в первую очередь вот этой вот партии зеленых что допустим я вам показывал последнее видео вот этих вот клима активистов трогать нельзя их сажать нельзя они тоже по-своему высказывают протест в защиту климата если бы в правительстве сказали что вот это вот экстремисты кстати клима активистов уже внесли в стадии экстремистской группы но тем не менее они каждый каждую неделю в разных городах устраивают один и тот же день в одно и то же время свои вот эти вот акции перекрытия дорог и не разрешают машинам проезжать а полиция почему-то их охраняет в австрии вот этих вот клима активистов на несколько месяцев сажали в тюрьму и что интересно был один момент прошлом году в австрии нет позапрошлом году в австрии в октябре вот эти вот клима активисты приклеились в середине октября приклеились к асфальту утром и просидели так весь день в надежде на то что вот своим протестом они обратят внимание на себя и страна тут же откажется от бензина солярки и перейдет на солнечную энергию да так вот они просидели весь день полиция просто что сделала полиция австрийская полиция они просто оградили вот этот участок дороги где сидели эти клима активисты поставили указатели объезда и весь день машины ездили в объезд вечером когда наступила ночь как там ласковый май и снова седая ночь и только ей доверяю я да наступила ночь а клима активисты сидят их никто не отрывает их никто не спасает их никто не топчет потому что они сидят за ограждением и вот получилось так что эти клима активисты сами вызвали полицию сами вызвали скорую помощь и когда полиция приехала вместе со скорой помощью им комиссар полиции сказал открыто значит так за нарушение правопорядка статья такая-то штраф такой-то за нарушение общественного порядка штраф такой-то статья такая-то за то что вы вызвали скорую помощь оторвали их отдел и вот это вот скорая помощь теперь должны потратить время и средства на то, чтобы оторвать вас от асфальта, это вы будете разговаривать с ними, они через больничные кассы, хранительные кассы выставят вам счет. В конечном итоге они их оторвали, но через несколько месяцев этим всем климат-активистам пришли сумасшедшие штрафы. Они обязаны были их оплатить. Все те, кто не смог оплатить эти штрафы, на несколько месяцев залегли в тюрьмы. В Австрии почему-то с климат-активистами обошлись действительно скажем так, по-человечески. Именно не гуманно погладили по головке, сказали ай-яй-яй, так нельзя. А с ними обошлись так, как они обходятся с простыми гражданами. Их осудили, их оштрафовали. Многих из них посадили в тюрьму. Но что делается в Германии? Их гладят по головке только потому, что в правительстве сидят зеленые. И зеленые, не понимая, что они вводят страну в сумасшедший ад, продолжают и дальше рыпаться. Вот такие вот у нас на сегодня были новости. Не забудьте подписаться на канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой адекватный комментарий, нажать на колокольчик. И как всегда, если вдруг у кого возникнет желание поддержать наш канал финансово для его развития, для большей информативности, пожалуйста, под каждым видео у нас есть ссылки на страницы с донатами или QR-коды в конце видео. Всегда будем рады вашей посильной помощи. Ну, не болейте. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok